Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Самое большое болото в мире Климатический обзор за неделю Пример доброты и человечности от Эдвина Кора Про то, что может сделать каждый из нас В самом сердце Южной Америки на площади до 190 тысяч квадратных километров Расположилась речная дельта, которая представляет собой тектоническую впадину Объединяющую реки Куяба и Парагвай Здесь можно встретить и леса Амазонки И бразильскую саванну И атлантический тропический лес Ежегодно с ноября по март Тропические ливни приводят к наводнениям на этой территории Превращая дельту в самое большое сезонное болото в мире Все это время воды Парагвая несут сюда семена растений и цветов Личинки насекомых На затопленную территорию мигрирует рыба Островки, образованные после затопления, наводняют тучи стрекос Гигантские муравьеды, броненосцы и водосвинки В сезон дождей Пананейрос, как называют местных жителей Взяв в руки гитары и банданионы, играют традиционные мелодии Наслаждаясь разлившимися водными просторами В январе-феврале уровень воды достигает 5 метров, отступая только в марте Болото начинает высыхать И множество оставшейся рыбы привлекает птиц и животных Здесь можно встретить 325 видов рыб 110 млекопитающих 50 видов рептилий и 670 птиц Среди которых многие занесены в Красную книгу А также до 35 миллионов особей кайманов, вымерших во многих регионах мира Когда же вода полностью уходит, ее место занимает до 3500 видов растений Разнообразие флоры и фауны делают болото Пантала самой богатой экосистемой в мире Наибольший вред региону наносит человеческая деятельность В окружающем мире все взаимосвязано Нам, людям, важно перестать потребительски относиться к окружающему миру И сделать все возможное, чтобы в обществе утвердились приоритеты Основанные на внутренней потребности созидания и приумножения добра Я Богу Я людям Чтобы человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ Стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми Независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса И иных условных искусственных разделений мирового общества 16 декабря Филиппины В результате тропического шторма Кайтак Обрушившегося 15 декабря на острова Белеран, Лейте, Самар А также на провинцию Рамблон Пострадали 222 тысячи человек 87 900 жителей были эвакуированы Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира Кайтак, другое название Урдуха, стал 26-м тихоокеанским циклом В Азии за 2017 год Индонезия От землетрясения магнитудой 6,5 Произошедшего 15 декабря 2017 года на острове Ява и последующих 19 авторшоков пострадало 40 человек Повреждено 3290 зданий Украина В Закарпатской области в результате наводнения были подтоплены 1023 домохозяйства и 2407 гектаров сельскохозяйственных угодий Из Аршавского района эвакуированы 170 жителей Аргентина В городе Лухан, провинции Буэнос-Айрес, в результате мощного шквала пострадало несколько человек В провинции Кордова выпал град размером с куриное яйцо Уругвай В городе Пириаполис вследствие мощного шквала пострадали 8 человек Оман На севере страны проливные дожди вызвали наводнение, оставив без крова 100 человек Пострадали 154 жителя В Мухафазе Мусандом прошел градовый шторм Чили Откол летника Елча и сильные ливни, из-за которых река Буритес вышла из берегов, вызвали оползень в деревне Вилла Санта-Люсия Пострадали 26 человек Эвакуированы 350 жителей Разрушены десятки домов Тысячи человек остались без электричества Малави Город Лилонгве пострадал от обильных дождей Разрушены 202 дома Одна тысяча жителей остались без крова В течение дня на планете было зафиксировано 285 землетрясений Из них 55 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6 целых 17 декабря Объединенные Арабские Эмираты В Эмиратах Абу-Даби, Дубай и Эль-Фуджайра из-за дождей пострадало свыше 580 человек Греция В городе Каматини в номер Адопе из-за ливневых паводков пострадали десятки семей Несколько поселков оказались отрезанными от внешнего мира В течение дня на планете было зафиксировано 273 землетрясения Из них 68 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,4 18 декабря Малайзия Округ Кенингау, штата Сабах, на острове Калимантан пострадал от проливных дождей Местами выпало 170 мм осадков Были разрушены десятки зданий Свои дома вынуждены были покинуть более 420 человек Индонезия В округе Магелланг, провинции Центральная Ява Из-за схода оползни пострадали 16 человек В течение дня на планете было зафиксировано 306 землетрясений Из них 37 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,7 Пример доброты и человечности В Нью-Йорке, в США, 55-летний водитель автобуса Эдвин Кора Столкнувшись с трудностями общения с глухонимыми людьми Решил выучить язык жестов По его словам, такие пассажиры всегда удивляются, видя, что водитель говорит с ними на их языке Один из благодарных пассажиров, глухой студент колледжа Алекс Розенцвит, подружился с водителем Алекс говорит, когда я вхожу в автобус и общаюсь с Эдвином, то нахожу открытости понимания Он понимает мою глухоту и культуру глухих Он великий человек, и я горжусь дружбой с ним Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся беспредельными 19 декабря Австралия Штат Виктория пострадал от шторма и крупного града Скорость ветра достигала 25 метров в секунду Обесточены 100 тысяч домов Вблизи города Мельбурн выпал град размером с куриное яйцо Колумбия На автостраду Букараманга-Баранка-Бермеха сошел оползень В течение дня на планете было зафиксировано 372 землетрясения Из них 69 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,6 20 декабря Индонезия В округе Джамбанг обильные дожди вызвали наводнения Канада На острове Ванкувер из-за сильного снегопада были обесточены 43 тысячи домов Аргентина В городе Сан-Рафаэль, провинции Мендоса, выпал град размером с перепелиное яйцо Иран От землетрясения магнитудой 4,9 и последующих авторшоков вблизи города Тегеран пострадали 119 человек В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений Из них 54 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 21 декабря США Штормы торнадо обрушились на штаты Луизиана и Техас Ливия В городе Триполи ливень вызвал паводок В течение дня на планете было зафиксировано 290 землетрясений Из них 68 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,7 Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя Вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать Как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества? Александр Иванович Герцен 22 декабря Украина Снегопады и сильные ветра обесточили 34 населенных пункта Во Львовской, Сумской и Черниговской областях Филиппины Шторм винта обрушился на остров Минданау Пострадало 250 человек Индонезия В городе Макасар на острове Сулавеси произошло наводнение В течение дня на планете было зафиксировано 284 землетрясения Из них 40 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,9 На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов В течение недели произошло 440 землетрясений в радиусе до 20 км от действующих вулканов И на глубине, не превышающей 20 км Наиболее активными были вулканы Безымянные на Камчатке, а также Клио Лейк и гора Мамот в Калифорнии Также произошло 9 землетрясений в 30 км от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,9 Всего за неделю более 88 800 человек стали климатическими беженцами В наше время у человечества впервые в истории, за все сроки его существования Появилась такая уникальная возможность Создание самоуправляемого объединенного мирового сообщества с духовным вектором развития Сегодня благодаря интернет-технологиям и один человек уже в поле войн Ибо он один доносит духовную истину многим людям Вестник способен передать истину многим Друзьям, родственникам, знакомым и незнакомым людям И так полетит весть по миру, словно сокол в своем стремительном полете От самих людей, от усилий каждого зависит, насколько быстро эта информация разойдется в обществе Чем больше будет тех, кто проникся истиной, тем больше будет тех, кто начнет менять ситуацию в мировом обществе Исходя из своих возможностей на местах Сейчас сформировались такие условия, при которых человечество может перевернуть монаду в сторону духовного развития цивилизации Мы можем создать абсолютно новое общественное мироустройство И личный вклад каждого человека в общее дело духовно-нравственного преображения общества очень важен Можно сказать, что каждое, даже самое, казалось бы, простое и незначительное дело, совершенное во благо людей В конечном итоге так или иначе сказывается на глобальной ситуации в обществе и формирует его будущее Объединившись в искреннем намерении, мы сможем достичь большего И создать условия для формирования качественно новой цивилизации Дорогие зрители, мы постоянно ищем новую интересную и объективную информацию для видео на канале А также подробно изучаем, что происходит на планете Ваши лайки, комментарии под видео и репосты помогают распространять эти важные сведения многим людям Вместе мы можем многое Подписывайтесь на канал, присылайте ваши пожелания на почту info.sobaka.geocenter.info И будьте в курсе всех климатических событий в мире Если вам интересны видео на канале Геоцентр И вы интересуетесь изменением климата на планете Приглашаем вас подключиться к команде Климат-контроля Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com В статье Команда проекта Климат-контроль Единство в духе порождает единство в мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok